Дорогие мастера, когда к вам приходят клиенты наращивания ресничек, и вы просите их хорошенько умыться, либо тщательно очистить ресницы мицеллярной водой, либо пенкой, вы всегда обращайте внимание после этого, в каком состоянии остаются реснички, потому что клиент ваш может не полностью увидеть, либо очень хорошо очистить ресницу, поэтому ваша задача сделать ее максимально очищенной. Сейчас мы наклеим патч, закрываем глазик, и вы можете наблюдать, что у нас на ресничках осталось достаточно много туши. Вот каждые полностью межресничные ряды, их здесь нам нужно очень хорошо очистить, для того, чтобы сохранить и продлить вашу носку. Смотрите, сколько там на самом деле еще осталось туши. Для этого мы берем обезжириватель, наносим его на ватную палочку. Обезжириватель является и в себе очень маленькое количество спирта, поэтому им можно очень хорошо обезжиривать и протирать реснички, остатки туши, которые остаются здесь, без влияния на глазик, то есть он не печет. А вот праймер, можете посмотреть, сколько осталось еще, а вот праймер уже будет щипать в глазик, поэтому делайте это все обязательно обезжиривателем, и важно сделать это так до тех пор, пока ваша ватная палочка не будет полностью чистой, очищенной и беленькой. Если вы смываете и видите, что ватная палочка все еще остается грязной, значит на ресничках очень много остатков туши, поэтому тщательно и хорошо протирайте межресничные ряды, и только после этого приступайте к наращиванию. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok